В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллин». У нас в гостях встреч на районах Аберсти Марек Юргенсон. Марек, доброе утро. Доброе утро. В вашем районе как раз самый крупный объект дорожных работ. Как дела там, как проходят работы? Работа войдет хорошо, но там маленькие проблемы с один термином. Но я думаю, что уже сегодня все будет нормально, и строитель может идти дальше на том месте. Но немножко, может быть, я не хочу сказать, что плохо, но неделю назад начинали большие работы в Абагуму Семиде. И, как сказать, две главные дорожки в ремонте, как одновременно. И этот немножко плохо. Но, в общем, так, что хорошо то, что начинаются каникулы, меньше машин в городе. И я думаю, что уже в конце августа, начало сентября, уже в Абагуму Семиде должен быть открыт конкретно. И в октябре должен быть как открытый виадукт. Сейчас работа на каком этапе? Что строится? Сейчас строится виадукт. Начинают расширять дороги и делать подсимные бешеходные переходы. И это очень главное, что эти переходы первым этапом сделают ОТГ ТТД. И второй будет там Пальцискоманта. И очень важно, что этот АТТД будет сделан к осени. Просто строители сказали, что конкретно АТТД, эта часть будет закрыта для движения. Перенесемся в Какуме. Там строится детский сад. Первый детский сад в этом районе. Недавно прошел праздник Стропил. Да, неделю назад был праздник Стропил. И очень хорошо. Но было видно, что у нас повезло. Очень хорошие строители закончили работу с крышей. Уже начинали работать с фасадом. И очень много занимаются уже внутри. Но времени осталось мало. 1 октября должен быть этот детский сад уже открыт для наших детей. Уже должны работать. Дети должны ходить в детский сад. Остался 3 месяца. И 1 месяц, чтобы покупать новую мебель и еще вещи туда. Внутренние дела. Еще про детей. У вас есть листочек, который рассказывает о том, что проходят в районе детские утренники. Да, у нас детские утренники. Первый уже был 3 июня. Но этого суббота будет второй. Не знаем, какая погода будет. Если хорошая погода, это будет тогда у пруда. Но если у нас будет дождь, тогда ждем всех детей с родителями в нашем библиотеке. И этот дом с бассейном. Я думаю, что все знают, куда прийти. Я думаю, что там будет очень интересно. У меня здесь написано, что можно будет сделать театральные маски, например. Будут такие специальные рабочие комнаты для наших детей. Я думаю, что самое интересное, у нас будет еще один в 1 июля, тогда 5 августа. Но я думаю, что самое интересное будет 26 августа. Я думаю, что тогда мы можем тоже открыть новую детскую площадку, где у нас ярбоваться максимум и большая зеленая площадка. То есть эти утренники будут на протяжении всего лета проходить? Они будут всегда в одном месте, в Исмяевский пруд или в библиотеке? Или в библиотеке. И последний, надо читать нашу домашнюю страницу или смотреть в Фейсбук. Там конкретно будет написано, где этот проходит. И время тоже? Да, и этот 11 утром. Программа там тоже есть? Да, есть. То есть все можно найти в интернете? Да, конечно. Спасибо большое, Марек. Успехов вам. Информационный блок Добрый утратарь подошел к самому завершению. Напоминаю, что нас в гостях был старейший на районах Аберсти Марек Юргенсон.